Продолжаем проходить Broken Sword. Дорогие друзья, мы закончили здесь, и теперь мы должны узнать, где Ёршик, вот, и найти 50 баксов. Поехали! Так. Привет, Неджо. Снова здравствуйте, сэр. Как я могу помочь вам на этот раз? Кто этот человек, торгующий шашлыками? О, это Арто. Ничтожный губитель жизни. Он не выглядит счастливым. Никогда. День за днём у него выражение лица, как дождливый понедельник. Как бы то ни было, такой он человек. Он говорит по-английски? Нет, не в зуб ногой. А твоя кошка не очень дружелюбная, Неджо. Нет, сэр, это очень недружелюбная кошка. Почему ты её держишь? Да она не моя. Она лежит, где ей вздумается. Вот сегодня ей вздумалось лежать здесь. Как сказал бы Киплинг, кошка, которая гуляет сама по себе. Ужасно независимая. Ну и воняет же она. Это твой отец прячется за прилавком? Да, действительно. Любит поорать. Его зовут Аюб. Не похоже, чтобы ты его очень уважал. Не похоже? Да я не только его не уважаю, он мне и вовсе противен. Но несмотря на его шумливость, мы неплохо живём. Я разговаривал с интересным парнем, водителем такси. А, это должно быть Ултар. Тот, что смахивает на первобытного человека. Да не так-то он плох. Да ты знаешь, как он говорит на Пиджин Ингвиш. Так же он говорит и по-арабски. Пока, Неджо. Счастливо, сэр. Нам надо, чтобы Стобарт заметил ёршику продавца шашлыка. Вот. Внезапно я понял ужасную правду. Парень очищал шашлыки при помощи щётки для чистки туалета. Угу. Вроде бы заметили это. Так. Привет, Неджо. Снова здравствуйте, сэр. Как я могу помочь вам на этот раз? Отлично. Послушай, это звучит странно, но мне нужна щётка Артура. Что? Щётка, которой он очищает шашлык? Да. Давай я лучше попробую тебе найти пару старых открыток. Неджо, это серьёзно. Артура украла эту щётку, и я хочу её вернуть. Возможно, я бы смог тебе помочь, старик. Наверное. Возможно. Как наверное? Как возможно? Я боюсь показаться корыстным, сэр, но я продавец в торговом бизнесе. Продавец? Это же не Сирс и Ройбак. Ну, если ты будешь несговорчивым... Нет, нет, ты прав. Что ты хочешь? Мне придётся вам напомнить, что у вас есть то, что может избавить меня от скуки. Море удовольствий! Румяный шарик доставит тебе массу наслаждений. Ты имеешь в виду мяч, не так ли? Крошечный шарик, который едва больше моей руки, может развлекать тебя часами. Если ты имеешь в виду мяч, почему бы тебе прямо так и не сказать? Не могли бы вы отдать мне мяч, мистер? Ладно, держи. Спасибо, сэр. Люди говорят много плохих вещей про американцев, но вы классный парень. Какие люди? Какие плохие вещи? Не берите близко к сердцу. Помните про щётку? Правильно. Да, щётка. Всё, что вам нужно делать с арту, это быть с ним вежливым. Она служит ему талисманом, наполняет жизнь смыслом. Как я могу быть вежливым с этим парнем, когда я не говорю по-сирии? По-арабски. Это я и хотел сказать. Просто запомни эту фразу. Ил-акл-калб. Ил-акл-калб? Уже близко. Теперь подойдите к арту и скажите ему эти лесные слова. Он ничего не сможет с тобой сделать. Точно? Точно. Пока, Неджо. Счастливо, сэр. Так. Нам ещё надо статуэтку раздобыть. Но сначала... к шашлычнику. Снова привет, сэр. Привет. Шашлыч. Да. Ил-акл-калб. Отвратительно. Плохо, плохо. Я тебя убивать. Эй, успокойся. Да я только... Ноги, делайте своё дело. Ха-ха-ха, забавно. Сейчас узнаем, что это значило. Привет снова, Ултар. Спасибо Аллаху, что он опять послал вас ко мне. Что значит Ил-акл-калб? Кто вас этому научил? Неджо посоветовал мне сказать это Арто. И затем Арто набросился на вас ножом, да? Да. А как вы узнали? Я знаю, Арто. Вы сказали ему на плохом арабском, что его сослык из собачьего мяса. Я сказал, из собачьего? Мх, неудивительно, что он сошёл с ума. Нет. Ултар не имеет в виду из мяса для собак. Ултар имеет в виду из мяса собак. Да, вот так забавно было. Ладно. Так. О чём Алло не играет? Ладно. Окей. Что за чушь ты попросил меня сказать ему? Терпение, сэр. Терпение? Терпение. Меня преследовал убийца-продавец шашлыков, а ты ждёшь от меня спокойствия. Но учтите, что когда вы убегали от Арто, Арто не пользовался этой щёткой. Секундочку. Ты намекаешь, что меня использовали для совершения диверсии. Ваша щётка, сэр. Я не могу поверить, что меня записали в список смертников этого торговца шашлыками из-за туалетной щётки. Цель оправдывает средства, сэр. Да, я заметил, что рисковал своей шкурой. Они также обслуживают тех, кто стоит и ждёт, сэр. О, пощадите меня. Так. Пока, Неджу. Счастливо, сэр. Когда он будет играть, нам надо статуэтку забрать. Ладно. Заберём сначала, наверное, то, что необходимо. Хотя можно ещё раз с этим поговорить. Эй, Дюан, привет. Привет, Джордж. Как я могу тебе помочь, паренёк? Ммм. Вы говорили с Ултером? О, самый шикарный такси с кондиционером, мистер. Да, таксист. Хотел нас кинуть. Отвезти нас на место охоты на диких гусей. Ты общался с торговцем с шашлыками? Вовсе нет. На Перл уже нападали мстители Монтезумы. Ты слышал про холм голова быка? Скорее всего, нет. А где это? Я не знаю, я пытаюсь это выяснить. Голова быка? Мдаааа, я должен вспомнить. Звучит красиво. Окей, ещё увидимся, Дюан. Можешь на это рассчитывать, Джордж. Но медленно идёшь, Стобарт. Очень медленно идёт. Так. Не было особого смысла завязывать длинную... В то время, когда я не говорил по-арабски, он не умел правильно употреблять времена. Ладно. Вот ваша щётка, сэр. Было нелегко её вернуть. Менеджер взял у меня щётку, дал мне в награду ключи от туалета и куда-то слинял. А к чему это? Менеджер, он сказал. Вах, какой вид. Хочешь хорошенько помыться перед знакомством с моим коленом. Он это сказал. Я зигзесту, великая верь. Ладно. Пошли. Заберём то, что нужно там. Так. Оп-ля. Бывает. Так. Так, полотенце мы забрали. Что тут у нас ещё? Я ничего не пил и не ел с утра, поэтому мне не хотелось. Ясно. Ладно. Поехали, пробовали достать статуэтку. Но... О, я уже слышу, вроде играет. Так. А на этот раз получится? Чего? А, вот так надо, точно. Наконец-то, аллилуйя, ура. Так, а как её смешать? Э... М-м... Наверное, нет. Краска сделала чудо. Теперь он был похож на старинный мрамор, а не обычный дешёвый гипс. М-м... Наверное, нет. Так, получится сейчас продать. А ну-ка. Эй, Дюан, привет! Привет, Джордж! Как я могу тебе помочь, паренек? Что вы об этом думаете? Неплохая штучка. Похоже на старинную. Да, мне пришлось поставить город с ног на голову. Парень, тебя везет больше, чем нам. Похоже на римскую. Я не узнаю. Что мне скажут, когда я вернусь домой? Сколько вы за нее хотите? О, я не могу. Это очень важная находка. Я имею в виду... 50 баксов. Или берешь, или нет. Я беру. Держи деньги. А это вам. Спасибо за деньги, Дюан. Это выгодная сделка. Я должен благодарить тебя за то, что ты нашел эту римскую статуэтку. Отлично. Ты говорил с Неджо? Неджо? Это подросток, продающий хлам, правильно? Да, мы познакомились с ним. Он умный парень. Он говорит на четырех языках, хотя ни дня не провел в школе. Он далеко пойдет, пытаясь продавать этот хлам, хотя... Вы вряд ли найдете здесь что-нибудь стоящее. Я знаю, что вы это знаете. Ну попробуй поговорить с Пэррол. Она думает, что это какой-то антиквариат на прилавке. Ладно. Окей, еще увидимся, Дюан. Можешь на это рассчитывать, Джордж. Так. 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 так нельзя так на всякий случай сохранимся поговорим привет снова спасибо аллаху что он опять послал вас ко мне про холм голова быка вы говорите желанием насладиться замечательным видом холма да возможно ужасная сделка всего 50 долларов янки 50 окей согласен вот деньги ага очень хорошо как вы говорите голосой или проиграет мистер мы спешим а где стоит ваше такси единственное транспортное средство которое я здесь видел это списанный армейский грузовик да окей я вернусь через минуту кажется это не будет правильным поступком забирать ключи от туалета и я оставил их на стойке бара ну да привет снова улта это самый замечательный и отважный клиент это ваше такси о да могу вас доверить самое замечательное во всей марибии мне напоминает чем-то старый армейский грузовик ба да вас американцев испортили крутыми кабриолетами и джудхершами вы уже не представляете как должно выглядеть настоящее такси на первый взгляд потянет на тонны четыре вот вы поломали ноготь об ореховую скорлупу окей поехали к сожалению нет деньги уважаемый маленькая проблема моей натуры полетел ремень двигатели а что мы будем делать а что я могу не надо заехать город для того чтобы заменить деталь сколько это займет времени день а может и 6 я не могу так долго ждать нам надо ехать сейчас но как мой друг я сейчас что-то придумаю так полотенце вам могло бы это пригодится мой друг вот и хорошие детства ултер взял у меня полотенце разорвал его на две части и отдал одну мне со своей половины он спел что-то вроде ремня так обычно делай с чулками ну что если я завяжу узел каково комфортабельно очень комфортабельно чулки могут использоваться на бентли но не на грузовике но грубое полотенце вполне справилась со своей задачей поехали мой друг ты хочешь увидеть голову быка не так ли и и а и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот и голова быка Так, соединяем полотенце с палкой Я привязал край полотенца к палке морским узлом А это нужно для того, чтобы спуститься нам нужно было вниз в дырку Эта трещина могла быть хорошим местом для якоря Все выглядело довольно мирным и у меня не оставалось выбора Я не ожидал, что мне придется заниматься альпинизмом, когда я приеду в Сирию Так Смотрим тут Мне не очень хотелось лезть туда рукой Но ведь что за фигня? Я мог бы просто покалечиться К удивлению, мне не отрезало руку И не ужалил скорпион За что я был очень благодарен судьбе Но там что-то было Металлический звонок, размером с руку Я крепко схватил звонок Стараясь не думать о смертельных ловушках И потянул Ничего себе! За углом лежал труп О боже! Клаузнер! Хороший Клаузнер Мертвый Клаузнер Не успев понять, что произошло, я услышал, как закрывается дверь О нет! Дверь с шумом захлопнулась Я оказался в заточении Я начал понимать, от чего умер Клаузнер Я не находил применения этому памятнику Разве что пугать им маленьких детей Так Ни сотового телефона, ни взрывчатки, ни еды А я думал, что международные заговорщики оснащены получше Что-то, что было в боттеле, умер Клаузнер Клаузнер должен был умер из пыли и деграды В своей жизни я занимался и более веселыми вещами, чем поиски трупа Но так как меня преследовало плохое предчувствие Я решил использовать каждый новый шанс, предоставляемый судьбой Ага Эй, а это что такое? Я нашел что-то вроде линзы Очень старая линза, сделанная из очень прочного стекла Она подходила На манускрипте рыцарь держал все время линзу, а не стеклянный шар Отлично Так Сохранимся на всякий случай Так, отлично Я не мог забрать с собой эту надпись Все, что мне оставалось, это внимательно смотреть на нее и запоминать В оксиденте сита есть в Ора Мунди, окей Что мне делать? Так, сейчас По-моему, сейчас назад надо выходить Нет Не понял А что мы не обыскали? В оксиденте Не понял И чё? Чё мы пропустили? Не понял Так, стоп Так Не понял Так Но Но И чё, ещё раз эту, что ли, обыскать? Чё-то не активируется Я не находил применение Так, стоп А что я пропустил? Я случайно заметил Кровавый палец, указывающий на скалу Как будто кто-то хотел ухватиться за спасительный выход Так, это я понял В оксиденте сита есть в Ора Мунди, окей И чё? Может, Макраузнера до конца не это? Это я понял В смысле? Чё за фигня? Да это я понял Почему не активируется квест? Чё за бред? Так Ладно, сделаем паузу И, короче, посмотрим, что и как Всё оказалось проще, чем я думал Просто надо было Не исследовать Эту статуэтки А обыскать На скале было вырезано Три бородатых лица Это было странное, но величественное зрелище Навевающее мысли про старину И древние загадки Скорка, она открывается Это должно быть Ултар О боже Если он зайдёт сюда То мы окажемся в западне вдвоём Ултар! Не подходи! Это ловушка! Оставайся там, где стоишь Ты? Здравствуйте, мистер Столбард Мы всё время встречаемся при странных обстоятельствах Не делайте никаких резких движений Я не хочу вас покалечить Вы сказали покалечить? Да, вы не ослышались Мертвецы не говорят Я хочу услышать всё, что вам известно А что, если я не захочу это рассказать? Тогда я не буду жалеть о том, что вас убил Будьте уверены, я прекрасный стрелок Вы не будете страдать Это хорошо, я могу вас в этом заверить Здесь мрачновато Я думаю, что будет лучше, если мы поговорим о делах в другом месте Почему я должен быть лёгкой добычей? Если я выстрелю, мистер Столбард То попаду у вас даже там Но, к сожалению, от этого пострадает моя меткость Для вас же есть разница, куда я вам попаду В ногу или в яйца Без сомнений, здесь жарко Никаких резких движений, мистер Столбард Вот так-то Итак, с чего начнём? Как насчёт того, чтобы стать хорошим парнем и убрать пушку? Клаузнер, вы знаете, где он? Да, он мёртв, тут, за утёсом Хотите взглянуть? Я поверю вам на слово Капк, он умер? На первый взгляд, похоже, что от голода или жажды Он угодил в ловушку, про которую вы кричали Хм, я подозреваю, что да Тамплиеры не расстаются со своими секретами так просто Он нёс что-то важное? Да, он нёс что-то вроде линзы, вот она Дайте её мне Нет, я этого не сделаю Не глупите, мистер Столбард Если я отдам её вам, то ничто вас не остановит перед убийством, не так ли? А что может остановить меня сейчас? Вы можете разбить линзы Если я выстрелю вам в голову, то этого не произойдёт Линза разобьётся, когда я упаду Хм, ваши доводы убедительны, мистер Столбард Возможно, вы доживёте до завтра Возможно Что-нибудь ещё? В этом что-то есть, но его не сдвинуть с места Да? А что это? Это карта сокровищ Иксом помечено место? Да ладно, вы думаете, что я в это поверю? Окей, окей Вы меня раскрыли Там за углом стена, на которой что-то написано по латыни Латынь? Вы помните надпись, мистер Столбард? Ин оксидента ситаэст ин ора мунди А это слова Цезаря, в этом есть смысл Это приблизительно переводится как на запад на край света Что это значит, чёрт возьми? Это говорит о том, где находится меч Бафометов Мистер Столбард, я убедился, что вы тот, за которого себя вы даёте Способный дилетант И на этом спасибо Но я не могу больше терпеть вашего вмешательства На эту игру слишком много поставлено И что вы собираетесь делать? Я сожалею, но с этим надо покончить У вас есть выбор, умереть как человек или как собака Окей, вы босс Я готов понести наказание Вы благородный человек, мистер Столбард Редкий случай Разрешите мне пожать вам руку Что за чёрт? К счастью, тент на машине Ултера приостановил моё падение Слава Богу Но хуже всего было то, что Ултер вел машину Что с линзой? Она ещё цела? Ну да Я действительно рада снова видеть тебя, Джордж Правда? Думаю, Сирия понравилась бы мне намного больше, если бы ты была со мной От меня не было бы много толку Ты и сам неплохо справился Так Может, эта линза имеет какое-то применение? В качестве величительного стекла, очевидно Так Ладно Я привёз тебе подарок из Сирии Ход, Джордж, тебе не надо было беспокоиться Что это? Вот А жерелье довольно тяжёлое Национальное ремесло в самой грубой форме Конечно Оно мне нравится Тебе нравится? Оно всегда будет напоминать мне о тебе Ха-ха-ха, лол Так Подколол Так, фотка, гипс Ага Ээээ, нет Так, ладно, вроде всё Я лучше вернусь к расследованию Так Идём тогда В музей Так Говорим слабено Привет, Андре Хэлло, Джордж Знаешь, я был на квартире Николь Да, она сказала мне, что ты проходил мимо Фью, да это же Джорджик Я никак не ожидал от тебя такой сексуальности Надеюсь, ты имеешь в виду манускрипт? Ну да, ну конечно Где ты был? Я только что из Сирии В Сирии? В поисках тамплиеров? Длинная история Но я нашёл голову быка Ту, что упоминалась в манускрипте, помнишь? Да А это что такое? Скрытая пещера, устроенная в высокой скале В этой пещере я нашёл карту с латинской надписью Случай Бог в подлунном мире Остров Британия Расположен на краю земли на западе Странно, эта карта вроде бы содержит какие-то указания А что я говорил? Это карта сокровищ Так И что ещё у него спросить? Что тебе удалось почерпнуть из манускрипта? Он датируется временем крестовых походов Я так думаю, судя по печати тамплиеров Это целая история в картинках Вроде современных комиксов Но И о чём же она рассказывает? Не знаю Быть может, она создана для туристов Туристов? Ах да, паломников Тысячами бредущих Иерусалим Туризм дело не новое, знаешь ли Он тут веками процветал Ещё с тех времён, когда Джошуа нажил состояние Продавая кирпичи из Сен-Джерико В качестве сувениров Ладно Ты расшифровал какие-нибудь образы из манускрипта? Только в немногом, я уверен Заклинание быка может означать Митру Это кто такой? Персидский бог В своё время такой же популярный, как Христос Только в рыцаре, я уверен полностью Он испанский С чего ты взял? Надпись на щите Упоминание Ады Марии Никакой уважающий себя рыцарь из Северной Европы Не стал бы носить такие доспехи Ты можешь опознать рыцарские доспехи? Я уже Джорджи Он из семейства де Васконцелос Из Коста-Калида Они чем-то знамениты? Нет Они не упоминаются после 15 века О-о-о История от них отвернулась Они, наверное, давно умерли Так, ладно Хм, наверное, нет Так, стоп Спасибо тебе за помощь, Андре Всегда рад Стоп, а мы разве? А что мы не узнали? Или узнали? А, узнали, да Сейчас Сейчас В общем, ребята Мы в Испании Вот Так что Отсюда мы начнем С этой виллы Поговорим с этим садовником Так что С вами был Денис Кочерга Ставьте лайки Приглашайте друзей Будет тоже много чего интересного Так что На связи До новых встреч Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok